Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». Её ведущая Наталья Казынцева. Как отмечал Иван Александрович Ильин, быть русским значит не только говорить по-русски, но значит воспринимать Россию сердцем, видеть любовью её драгоценную самобытность и её во всей вселенской истории неповторимое своеобразие, понимать, что это своеобразие — есть дар Божий. Быть русским значит созерцать Россию в Божьем луче, в её вечной ткани, её неприходящей субстанции и любовью принимать её, как одну из главных и заветных святынь своей личной жизни. Быть русским значит верить в Россию так, как верили в неё все русские великие люди, все её гении и её строители. Только на этой вере, говорил русский религиозный философ, мы сможем утвердить нашу борьбу за неё и нашу победу. Размышлениям о России Ильин посвятил немало своих статей, избранная часть которых составила сборник, выпущенный в свет издательством «Родное слово». Он называется «О русском национализме». В этом сборнике трудов русского философа Ивана Александровича Ильина представлены его работы, написанные более полувека тому назад, посвященные важнейшим и до сих пор нерешённым проблемам современной жизни России, государственному устройству, национализму и формированию национальной идеи, без которой невозможно существование любого народа. По словам издателей, книга адресована всем руководителям державы российской, от президента до рядового чиновника, чтобы просвещались они умом и сердцем, чтобы понимали, какую страну верил Господь под их начало, великую державу, омытую кровью и потом многих поколений русских людей. Иван Александрович Ильин – один из значительнейших мыслителей русского зарубежья. Родился в Москве 28 марта по старому стилю 1883 года. Золотой медалью он окончил первую московскую классическую гимназию и поступил на юридический факультет Московского императорского университета. Здесь Ильин получил фундаментальную подготовку по праву. Здесь же он глубоко заинтересовался философией. Окончив университет с дипломом первой степени, Иван Александрович остался там и в дальнейшем занимался преподавательской и научной деятельностью. В 1918 году он блестяще защитил диссертацию на тему философии Гегеля как учения о конкретности Бога и человека и стал магистром и доктором наук, а затем и профессором Московского университета. Ильин, как он позже сам говорил, понял политические опасности России еще во время Первой революции. Он увидел соблазнительность новой русской поэзии и новой русской публицистики в годы, предшествовавшие Первой мировой войне. И пережил крушение России кровью сердца. И пять лет изучал большевизм на месте. В августе 1922 года Ильина как активного борца против большевизма осудили по 58-й статье, а потом заменили меру наказания пожизненным изгнанием из России. Так Ильин со своей женой оказался в Германии. Туда же кроме него последовала большая группа философов, ученых, историков и литераторов, изгнанная с родной земли. Впоследствии бывший офицер генерального штаба и военный журналист генерал фон Лампе отвечал в своих дневниках, что большевики неосторожно выпустили своего сильнейшего врага. Это он, конечно же, говорил об Ильине. Оказавшись за границей, Ильин, наблюдавший то, что делали большевики со страной, стал отражать это в своих трудах. Посвящая свои статьи России, он пытался также ответить на такой вопрос, что нам делать? Нам, русским людям, верным России и ищущим путей к её возрождению. В 1954 году Иван Александрович писал, «С самого начала нам надо признать, что кризис, приведший Россию к порабощению, унижению, мученичеству и вымиранию, был в основе своей не просто политической и не только хозяйственной, а духовной. Трудности хозяйственные и политические могут возникнуть и накопиться везде, и могут обрушиться на каждое государство. Но каждому народу даются духовные силы именно для того, чтобы преодолевать эти трудности и творчески справляться с ними, не впадая в разложение и не отдавая себя на соблазн и растерзание силам зла». Но, как отмечает Ильин далее в своей статье, в роковые годы Первой мировой войны 1914-18 годов русские народные массы не нашли в себе этих необходимых духовных сил. Эти силы нашлись только у героического меньшинства русских людей. А разложившееся большинство соблазнилось о вере, о церкви, о родине, о верности, о чести и о совести. «Пошло за соблазнителями, помогло им задавить, замучить и выбросить за рубеж верных и стойких. А само было порабощено на десятки лет своими соблазнителями». Политические и экономические причины, приведшие к этой катастрофе, бесспорны, по словам Ильина. «Но сущность её гораздо глубже политики и экономики. Она духовна. Это есть кризис русской религиозности, кризис русского правосознания, кризис русской военной верности и стойкости, кризис русской чести и совести, кризис русского национального характера, кризис русской семьи, великий и глубокий кризис всей русской культуры. «Я глубоко и непоколебимо верю», признаётся русский философ, что русский народ справится с этим кризисом, восстановит и возродит свои духовные силы и возобновит свою славную национальную историю. О русском национализме Ильина размышляет в нескольких своих статьях, которые составили первую часть этой книги. О том, что такое национализм, он пишет. «Национализм есть любовь к историческому облику и творческому акту своего народа во всём его своеобразии. Национализм есть вера в инстинктивную и духовную силу своего народа, вера в его духовное призвание. Национализм есть воля к тому, чтобы мой народ творчески и свободно цвёл в Божьем саду. Национализм есть созерцание своего народа перед лицом Божиим, созерцание его души, его недостатков, его талантов, его исторической проблематики, его опасностей и его соблазнов. Национализм есть система поступков, вытекающих из этой любви, из этой веры, из этой воли и из этого созерцания. Из этого следует, по словам Ильина, что национальное чувство есть духовный огонь, ведущий человека к служению и жертвам, а народ — к духовному расцвету. Это есть некий восторг, любимое выражение Суворова, от созерцания своего народа в плане Божьем и в дарах его благодати. Это есть благодарение Богу за эти дары, но в то же время и скорбь о своём народе, и стыд за него, если он оказывается не на высоте этих даров. В национальном чувстве скрыт источник достоинства, который Карамзин обозначил когда-то как народную гордость, и источник единения, которое спасло Россию во все трудные часы её истории, и источник государственного правосознания, связующего всех нас в живое государственное единство. Говоря о национализме, Ильин отмечает, что может быть и больные формы этого чувства. Кроме того, он пишет о том, какие враги есть у национальной России. Враги, которым не нравится единство нашего народа, представляющиеся им угрозой. Враги, видящие в России только противника, которого можно уничтожить, расчленив её. Об этом Ильин пишет в своей работе «Что сулит миру расчленение России», написанной в 1950 году. Этот труд составил вторую часть книги. Завершающая третья часть книги включает статьи Ильина, которые имеют одно общее название «О русской идее». Размышления на эту тему автор предваряет такими словами. «Если нашему поколению выпало на долю жить в наиболее трудную и опасную эпоху русской истории, то это не может и не должно поколебать наше разумение, нашу волю и наше служение России. Борьба русского народа за свободную и достойную жизнь на земле продолжается. И ныне нам более чем когда-нибудь подобает верить в Россию, видеть её духовную силу и своеобразие и выговаривать за неё от её лица для её будущих поколений её творческую идею. Эту творческую идею нам не у кого и не для чего заимствовать. Она может быть только русской, национальной. Она должна выражать русское историческое своеобразие и в то же время русское историческое призвание. Эта идея формулирует то, что русскому народу уже присуще, что составляет его благую силу, в чём он прав перед лицом Божиим и самобытен среди всех других народов. И в то же время эта идея указывает нам нашу историческую задачу и наш духовный путь. Это то, что мы должны беречь и растить в себе, воспитывать в наших детях и в грядущих поколениях и довести до настоящей чистоты и полноты бытия во всём, в нашей культуре и нашем быту, в наших душах и в нашей вере, в наших учреждениях и законах. Русская идея есть нечто живое, простое и творческое. Россия жила ею во все свои вдохновенные часы, во все свои благие дни, во всех своих великих людях. В чём сущность этой идеи? Об этом читайте на страницах этой книги. Иван Александрович Ильин отошёл ко Господу 21 декабря 1954 года. Незадолго до своей кончины в статье «Что нам делать?» он писал, «Я не торопился писать и печатать мои книги. Я давал моим трудам спокойно вызревать в течение десятилетий. Я возвращался к каждой теме по многу раз через 5-6 лет и всё время накапливал материал. Потом садился писать, записывал всё, что было зрело, и снова откладывал. Теперь мне 65 лет. Я подвожу итоги и пишу книга за книгой. Часть их я напечатал уже по-немецки, но с тем, чтобы притворить написанное по-русски. Ныне пишу только по-русски. Пишу и откладываю одну книгу за другой и даю их читать моим друзьям и единомышленникам. Иммиграция этими изысканиями не интересуется, а русских издателей у меня нет. И моё единственное утешение вот в чём. Если мои книги нужны России, то Господь убережёт их от гибели. И если они не нужны ни Богу, ни России, то они не нужны и мне самому. Ибо я живу только для России. Сегодня востребованность трудов русского философа говорит сама за себя. Дорогие друзья, эту книгу и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. А я на этом с вами прощаюсь и желаю приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok